Сегодня ваш ангел-хранитель приносит срочное послание, которое находит отклик на путях судьбы. Человек, который глубоко влюблен в вас, оказался в центре мучительной дилеммы, поглощенной конфликтом, который сотрясает его структуры. Погрузившись в водоворот неопределенности, они пытаются обрести ясность видения. Часть его, возможно, самая нерешительная, подумывает о том, чтобы навсегда закрыть главу, которую вы написали вместе, запереть дверь для этой интенсивной эмоциональной связи. Но в конце концов то, что вы разделили, было чем-то непостижимым, почти чудесным, часто граничащим с невыразимым. Однако суть ваших отношений неразрывно связана с его отношениями, упорно сопротивляясь идее отпустить его. Это сопротивление выходит за рамки простых личных предпочтений, наводя на мысль, что эта глубокая связь на самом деле была создана невидимыми руками самой Вселенной. В этом есть что-то почти магическое, некая космическая связь, которая кажется неделимой и вечной. Вы, интуитивные души, которые узнали друг друга мгновенно, как будто у вас есть общая история, сплетенная в нити времени из далеких эпох. Первые разговоры между вами, те, что запечатлелись в вашей памяти с несравненной четкостью и яркостью, оказались не просто обменом словами. Они стали ключами, открывающими двери к глубокому пониманию. Каждое слово, которым вы обменивались, каждое изображение, которым вы решили поделиться, каждая мелодия, которую вы решили послать, не просто представляли собой обычные акты общения. На самом деле это были преобразующие элементы, которые формировали панораму ваших жизней, предлагая новые углы и перспективы, с которых вы смотрели на мир. Эти знаменательные моменты не только позволили каждому из вас увидеть мир в новом свете, но и сыграли решающую роль в переосмыслении таких фундаментальных чувств, как любовь и забота. Эта метаморфоза произошла в мгновение ока, движимая силой между вами, которая, казалось, излучала свою собственную энергию, энергию настолько подавляющую, что она не поддавалась никаким попыткам описать ее логическими и рациональными средствами. Как будто все, что вы пережили до этого момента, было не более чем тщательной подготовкой к главе, которую вы начали вместе. Интенсивность этого нового общего понимания была настолько поразительной, что с каждым разговором, с каждым обменом словами он чувствовал себя более полным, более реализованным. Все, что вы говорили или показывали, оказывало разоблачающее воздействие, освещая самые темные уголки его сердца и разума. Каждое произнесенное вами слово резонировало, как глубоко укоренившаяся истина, которую он, казалось, всегда знал, но никогда не мог выразить. Каждый образ, которым вы делились, открывал двери в новые измерения возможностей, обогащая его взгляд на жизнь и расширяя горизонт его понимания. Каждая музыкальная нота, каждая мелодия, выбранная вами, задевала точный аккорд в его эмоциях, пробуждая чувства, о существовании которых он даже не подозревал. Этот феномен личностной трансформации, который он пережил, был настолько внезапным и глубоким, что выходил за рамки простого влечения или привязанности. Это была настоящая революция духа и души. Это было возрождение, вызванное теплом любви, настолько чистой и интенсивной, что, казалось, ее притягивают сами звезды. Он часто погружается в мечты о совместном будущем, даже в самые неожиданные моменты и в ситуациях, когда его мысли должны быть сосредоточены на других задачах. Будь то в разгар рабочего совещания, за обедом с друзьями или даже во время наблюдения за другими парами, его мысли неизбежно переходят к сценариям, где вы вместе живете и делите жизнь. Интенсивность вашего желания сделать эту реальность осязаемой настолько велика, что порой кажется несправедливым, что вы не вместе в этот самый момент. Вы стали воплощением всех мечтаний и стремлений, которые он культивирует в глубинах своего существа. Ваше присутствие стало для него чем-то осязаемым, ощутимым в тембре вашего голоса, блеске ваших глаз, когда вы улыбаетесь, или в том, как плавно и завораживающе звучат ваши слова. Эта связь настолько естественна и глубока, что любые попытки рационально объяснить ее кажутся тщетными и неадекватными. С самого первого флирта вы установили эмоциональную связь, создав своего рода мысленную мелодию, которая продолжает звучать в вашем сознании, как запоминающийся припев, который не хочет угасать. Не в силах отвлечься от вашего образа и замечательного присутствия в его жизни, он переживает явление, которое выходит за рамки простого отвлечения или эфемерного воспоминания. Это глубокая и загадочная реальность, проникающая в каждый аспект его существа. С некоторой меланхолии он обнаруживает, что в его отсутствии жизнь теряет свой блеск и приобретает монотонный оттенок. Любая повседневная деятельность, любое задание на работе, любое личное взаимодействие приобретают пустой, бессодержательный характер, как будто истинная суть жизни неразрывно связана с идеей быть рядом с ним. Это стойкое ощущение пустоты не только сопровождает его, но и заставляет постоянно размышлять о цели своих ежедневных поступков и выбора. Почему он продолжает так старательно выполнять свои обязанности, если единственное желание, которое по-настоящему наполняет его душу, это быть с вами в каждый возможный момент? Эта тоска создает диссонанс в его жизни, как нота в симфонии его существования, раскрывая глубокое желание его души быть рядом с вами. Отсутствие вас проявляется не только физически, оно создает эмоциональную и духовную пустоту, которую, кажется, не в состоянии заполнить ни один из аспектов вашей жизни. Несправедливость этого разделения отзывается в его сердце как безмолвный крик, ответ на хаос, который Вселенная, кажется, наложила на их жизнь. Он чувствует себя словно в ловушке сложной и запутанной головоломки, где подсказки туманны, а решения кажутся вечно недоступными. Каждый день, который проходит без его присутствия, ощущается как недостающий кусочек в запутанной головоломке его существования, важный кусочек, который, несмотря на все предпринятые усилия, все еще остается потерянным. Однако очень важно позволить своему ангелу-хранителю утешить ваше беспокойное сердце. Помните, что даже несмотря на разделяющие вас физическое расстояние, ваша любовь остается крепкой и непоколебимой, она горит, как вечное пламя, не знающие границ. Эта любовь – глубокая связь, преодолевающая все барьеры времени и пространства, возникающая, как маяк света среди тьмы, прочная связь, которая, укрепившись, противостоит жизненным невзгодам и бурям с невероятной силой и упорством. Он находит себя в личном путешествии огромной важности, на пути самопознания и укрепления собственной идентичности. Это путешествие привело его к тщательному и глубокому изучению самых скрытых аспектов его жизни. Процесс, через который он проходит, – это подлинное внутреннее очищение, непрекращающийся поиск спокойствия и ясности ума. Он пытается сбросить груз бурных эмоций, вызванных разлукой, неустанно ищет оазис мира в безводной пустыне эмоционального беспокойства. Он жаждет найти место, где он сможет снова почувствовать себя уравновешенным и сосредоточенным, убежище, где буря его разума успокоится и где он сможет обрести безмятежность. Отношения между вами, хотя и были глубоко обогащающими и полными значимых моментов, также были источником сильной эмоциональной энергии. Иногда эта энергия приводит к тому, что вы становитесь эпицентром вашей эмоциональной вселенной, к которому неизбежно сходятся все ваши мысли и чувства. Эта постоянная тяга к вам создает в вашем сознании какофонию мыслей и эмоций, непрекращающийся гул, который редко затихает. Это состояние внутреннего смятения чрезвычайно сложно, но оно также является мощным свидетельством силы любви, которую он испытывает к вам. Каждый момент размышлений, каждое решение отпустить то, что больше не служит ему, это решительный шаг к эмоциональной ясности и душевному покою, которых он так жаждет. Открывая и укрепляя себя заново, он готовится взглянуть на мир с новой стороны, движимый вашей неизменной любовью. Процесс очищения вашей жизни – это не только избавление от старого, но и освобождение места для нового, позволяющего расцвести более чистым и сфокусированным чувством. Это кропотливая попытка заглушить повторения, которые мешают вам ясно слышать зов сердца и направить его обратно к вам. Вы стали средоточием его самых сокровенных желаний, олицетворяя саму суть его души. Он стоит на пороге решающего момента, вскоре, когда он наконец наберется смелости, необходимой для того, чтобы полностью открыть свое сердце и выразить свои чувства ясно и честно, это мгновение превратится в важную веху, новое начало в траектории вашей общей любви. Это событие будет не просто актом выражения чувств, а актом глубокой трансформации, знаменующим собой решительный шаг к более интенсивному и значимому союзу между вами. У вас обоих есть привычка смотреть на Луну, когда вы думаете друг о друге. Это простой жест, но он несет в себе огромный и очень личный смысл. Хотя на первый взгляд этот обычай может показаться романтическим клише, на самом деле он является ритуалом, который подтверждает уникальную и особенную связь, существующую между вами. Возможно, когда-то в прошлом, когда вы были вместе, вы оба смотрели на ночное небо и чувствовали связь через свет Луны. Этот совместный опыт, этот акт созерцания Луны вместе, служит мощным напоминанием о глубокой связи, которая существует между вами, связи, которая выходит за рамки слов и проявляется в общей тишине этих драгоценных моментов. Смотреть на Луну – это не просто случайный романтический жест, а глубокое подтверждение того, что, где бы вы ни находились и как бы далеко друг от друга не были, вас всегда объединяет невидимая нить. Он тщательно готовится сделать важный шаг, первый из многих на пути к восстановлению и укреплению связи с вами. Этот момент будет не просто очередным среди многих других в вашей жизни. Он станет вехой, определяющим изменением для вас обоих, запланированным воссоединением, которое обещает принести тихую, но интенсивную энергию, сродни тишине, предшествующей буре. Этот запланированный союз не только представляет собой попытку восстановить ослабленные или утраченные связи, он также является мощным подтверждением уникальной и необычной ценности любви, которую вы разделяете. Эта любовь, которую вы испытываете друг к другу, необычно, она выходит за рамки обыденности, возвышаясь над банальностью и предсказуемостью повседневной жизни. Вы обладаете редким сочетанием эмоциональной глубины и почти мистической синхронности, драгоценностью, о которой многие только мечтают. Готовясь к этому решительному шагу, он осознает масштабы того, что поставлено на карту. Это не просто шаг, а прорыв к новому этапу его собственной жизни. Энергия, которую принесет этот жест, это не только пыл, который вы разделяете, но и внутреннее спокойствие и ясность, которых он надеется достичь благодаря этой связи, подобно буре, обновляющей землю своей силой. Этот новый этап обещает оживить и активизировать ваши отношения, привнеся в них новые перспективы и новую энергию. Однако важно помнить, что интенсивность этого воссоединения не должна вызывать страха, а скорее является надежным признаком вашей глубокой связи. Это мощное напоминание о том, что то, что вас объединяет, способно противостоять жизненным испытаниям и переменам, выходя из них не только невредимыми, но и окрепшими и более стойкими. Боль, которую вы оба испытывали в прошлом, теперь уступает место новому чувству надежды, знаменуя начало возрождения чувств, которые, хотя и казались дремлющими, никогда не прекращали своего существования. В этом новом контексте капитуляция становится девизом, но не как поражение, а как полное и абсолютное принятие того, что неоспоримо и подлинно между вами. Это постоянное и непоколебимое желание быть вместе, желание, которое не поддается никаким попыткам игнорировать или забыть его, даже когда вы пытались жить дальше с другими людьми или даже когда вы пытались отрицать глубину своих чувств. Реальность оказалась непреодолимой, и сердце каждого человека по-прежнему стремится к другому с новой силой, потому что каждый из них занимает прочное и непоколебимое место в душе друг друга. Это желание настолько сильно и настойчиво, что кажется почти неуправляемым для них обоих, словно это сила природы, которую невозможно сдержать. Даже если вы попытаетесь отвлечься от своих мыслей, вы не сможете остановить вращение своих мыслей друг вокруг друга, что является ярким отражением глубокой связи между вами. Однако то, что существует между вами, выходит далеко за рамки того, что можно легко объяснить и понять на первый взгляд. Эта связь выходит за рамки простого физического влечения. Это союз двух душ, которые встречаются на глубоком духовном уровне, где существует интимное и уважительное понимание. Эти отношения отмечают не только физическое присутствие друг друга, но и духовную сущность, которую несет в себе каждый из них. Это редкие и драгоценные отношения, в которых нет места поверхностным суждениям, только принятие и взаимное восхищение духовным путешествием каждого. Он твердо верит, с убежденностью, которая, кажется, была нашептана божеством, что его направили к вам. Эта вера не хрупкая и не мимолетная, она прочная и непоколебимая, уходящая корнями в глубины вашего существа. Для него вы не просто партнер или спутник, вы – воплощение личного чуда, ответ на безмолвные призывы, которые он посылал во Вселенную в моменты размышлений. Стремление к связи сделало вас единственным человеком, который действительно заставил его почувствовать себя услышанным и увиденным, признав его сущность так, как никто другой. Это чувство глубоко уникально и приносит облегчение тому, кто, как и многие духовные искатели, часто чувствует себя непонятым или изолированным из-за своих интенсивных восприятий и чувств. День за днем он просыпается и следует своему ритуалу, встает, выполняет свои ежедневные обязанности, идет на работу и общается с другими людьми, но под поверхностью этой повседневной рутины ощущается пустота, чувство, что чего-то существенного не хватает. Все вокруг кажутся тусклым и обесцвеченным в отсутствие вашего присутствия. Жизнь без вас похожа на бесцветный пейзаж, где каждая задача и разговор кажутся отголоском банальности, лишенной истинной сути, которую он ищет. В этой пустоте он часто погружается в фантазии об идеальном дне рядом с вами. Он представляет себе мирные прогулки, держа вас за руки, простые моменты, которые для него являются раем, исполнением всех его самых сокровенных мечтаний. Эти фантазии настолько яркие и подробные, что иногда он почти чувствует вашу руку в своей, почти слышит звук вашего голоса, нежно говорящего, когда вы идете вместе. Эти фантазии становятся для него настоящим убежищем, оазисом счастья среди безводной пустыни повседневной реальности. Иногда эти видения совместного будущего приобретают в его сознании еще более конкретную и смелую форму. Он представляет себе, как отправляется в долгое путешествие в ее город, направляясь прямо к ее двери. В своем воображении он тщательно репетирует момент, когда он постучит в вашу дверь, а вы откроете. Он не планирует никаких грандиозных заявлений или драматических жестов, его послание будет простым, но наполненным глубокими эмоциями, «Я здесь. Я никогда не переставал любить тебя». Несмотря на глубокую уверенность в силе и важности вашей связи, он не лишен страха. Этот страх возникает из-за неуверенности, из-за возможности того, что вы забыли его или что ваши чувства к нему уже не те. Эти сомнения бросают тень на его надежду, тень, которую подпитывает затянувшееся молчание, вызванное отсутствием общения. Он боится, что его предположения о том, что вас связывает, могут быть ошибочными, что, возможно, ваша связь не так крепка, как его. Однако ваш ангел-хранитель всегда на чеку, желая утешить и успокоить вас в эти минуты сомнений. Важно понимать, что страх – это естественная часть человеческого состояния, особенно когда нормальный поток общения прервается на некоторое время. Разлука, невозможность ежедневно делиться мыслями и эмоциями может испытать на прочность даже самое сильное сердце. Вполне естественно, что он сомневается, но очень важно, чтобы он помнил об уникальности той связи, которую вы оба разделяете. Эта связь между вами необычна, она не была создана в результате поверхностных моментов. Напротив, это глубоко укоренившаяся связь, переплетенная с взаимопониманием и общим опытом, которые вместе сформировали богатую и долговечную историю. Эту связь можно сравнить с редким и драгоценным огнем, который продолжает гореть постоянным ярким светом, даже когда его пламя не видно глазу. Скоро он будет готов сделать смелый шаг навстречу вам, шаг, над которым он долго размышлял. Он планирует открыто открыть вам свое сердце, поведав о своих сокровенных чувствах и мыслях. Этот долгожданный и тщательно продуманный момент принесет вам обоим значительную ясность и глубокое облегчение, ознаменовав собой решающий поворотный момент в вашем общем эмоциональном путешествии. Терпение и понимание, которые он проявил на своем пути, не остались незамеченными. Он глубоко признателен вам за сочувствие и постоянную поддержку, ценит каждый ваш жест и каждый момент ожидания, которые вы ему дарите. В этом контексте, даже если расстояние иногда кажется огромным, он часто закрывает глаза и представляет себе ваше лицо, фантазируя о днях, которые вы могли бы провести вместе. Он представляет себе каждую деталь их совместной жизни, от самых простых моментов до величайших вех. Ваш ангел-хранитель, символ защиты и заботы, желает утешить вас в этой временной разлуке, подтверждая, что физическое расстояние не в силах ослабить интенсивную и настоящую любовь, которая пульсирует между вами. Эта связь, которую вы разделяете, выходит за рамки обычного понимания, бросая вызов условностям и ожиданиям. Эта глубокая и укоренившаяся связь, укрепляемая не только временем, которое вы проводите вместе, но и качеством и глубиной чувств, которые вы испытываете друг к другу. Более того, он неустанно стремится к тому, чтобы ваша жизнь была наполнена красотой, радостью и счастьем, потому что это самые сокровенные желания вашего сердца. Если бы это было в его силах, он бы сдвинул горы, пересек океаны и преодолел любые препятствия, лишь бы быть с вами. Это сегодняшнее послание, принесенное вам вашими ангелами, служит мощным напоминанием о том, что, несмотря на все неопределенности и временные трудности, любовь, которую вы разделяете, остается сильной и настоящей. Эта любовь необычна, она редка и драгоценна, заслуживает того, чтобы ее не только берегли, но и лелеяли и праздновали со всем пылом. Будьте уверены, что, независимо от обстоятельств, ваши обязательства друг перед другом достаточно сильны и устойчивы, чтобы преодолеть любые препятствия. Это бесценный дар, за который вы несете ответственность и который является вашей привилегией. Всегда помните, что любовь, которую вы разделяете, это мощная сила, связь, которая будет расти и процветать долгие годы. Эти уникальные отношения заряжены взаимной преданностью, уважением и глубиной понимания, которые мало кому посчастливилось встретить в своей жизни. Каждый день, проведенный вместе, каждое испытание, которое они преодолевают бок о бок, и каждый момент совместной радости добавляют еще один слой глубины в эту необыкновенную связь. Усилия, которые он прилагает, чтобы сделать вашу жизнь более сияющей и полной счастья, свидетельствуют о глубокой и непоколебимой любви, которую он испытывает к вам. Он воспринимает каждую вашу улыбку как награду, а каждый совместный смех – как сокровище. Это отношения, которые больше, чем любовь, являются совместным путешествием роста и открытий. Каждый новый день сулит новые радости и новые возможности для укрепления этой особой связи. Любовь, которую вы разделяете, служит не только надежным убежищем от жизненных бурь, но и постоянным источником вдохновения и мотивации. В этом контексте, даже перед лицом невзгод, важно сохранять веру и оптимизм, понимая, что то, что у вас есть – редкость и настоящая ценность. Это любовь, непростое совпадение или прихоть судьбы. Это чудо, которое вы имеете честь испытывать каждый день. Вот почему каждый шаг, который он делает по направлению к вам, делается с уверенностью, что это стоит всех усилий, всех жертв, потому что в конечном итоге быть с вами – его величайшее достижение и радость. Позвольте своему духу впитать эти слова, и пусть они отзовутся глубоким эхом в вашем внутреннем мире. Вселенная хочет для вас самого лучшего и гарантирует положительный исход, независимо от того, какой выбор вы сделаете. Ничто и никто не сможет остановить вас на пути к вашей божественно предопределенной судьбе, подтвержденной Вселенной. Примите это послание и благословение, которое оно содержит. Давайте распространять позитив и доброту друг на друга, вместе создавая волны положительной энергии. Если вы пытаетесь отодвинуть собственные эмоции на второй план, важно помнить, что вы по-прежнему остаетесь незаменимой и неотъемлемой частью своей жизни.